Давайте теперь переместимся на Донеччину. Вот то, с чего начинал Путин свою войну в Украине, эти слова об освобождении и защите Донбасса, оказались не только ложью, но и, по сути, искривленной правдой, потому что Путин уничтожает Донбасс в прямом смысле этого слова. Вот давайте далеко не ходить, Часавьяр, это поселок, который находится в Донецкой области, был обстрелян российскими Искандерами несколько дней назад, и только сейчас местные спасатели разбирают завалы, и вот, внимание, какие цифры, 33 человека погибло, и под завалами буквально вчера вечером нашли тело ребенка, это мальчик 2013 года рождения, то есть 9-летний ребенок, который погиб, так и не начав свою жизнь, родился в независимой свободной Украине и погиб в псевдореспублике. Просто кошмар да и только. Но тут важно отметить, что жители Донеччины прекрасно понимают, к чему ведет Российская Федерация, и около 80% территории этого региона уже эвакуированы, об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Если говорить к цифрах, то 340 тысяч местного населения, это фактически 20,5% местного населения, осталось проживать в этом регионе, все остальные эвакуировались, и в принципе правильно делают, потому что Россия выбрала Донбасс просто точкой разрушения, и, скажем, таким объектом для мести за все 8 лет непокорения украинского Донбасса российской агрессии. Но мы продолжаем и перемещаемся в другие регионы. Да, остаемся на юге страны, поскольку там ведутся боевые действия, происходит операция деоккупация временно оккупированных территорий Украины, и сейчас на прямой связи Сергей Хлань, народный депутат Украины 8-го созыва, советник главы Херсонской военной администрации. Сергей, вам здравствуйте. Доброе утро, мы из Украины, Херсонщина, это Украина. Да, абсолютно точно. Героям слава, и вместе с вами хотим, значит, сейчас горячие кадры посмотреть вместе с аудиторией Фридема. Это новая каховка, друзья, давайте обратим внимание. Итак, вот это вот вы видите, что происходит. Взрыв чрезвычайной мощности ночью вооруженные силы Украины уничтожили в городе склад российских боеприпасов. Это завод. Давайте послушаем. Смотрите. Да, вот еще раз, чтобы звук из отдаленных районов, вы слышите такого. Значит, были уничтожены и арты, и танки, большое количество бензовозов. Сергей, и вот вы знаете, что на пропагандистском российском телевидении уже сообщили и сказали о том, что вооруженными силами Украины были уничтожены склады с селитрой и минеральными удобрениями. Вот как оно пылает и горит. Что вам известно и, возможно, есть ли данные о потерях российских оккупантов? Вы знаете, вчера действительно день начался и начался новой каховкой. В Таврийске были уничтожены база радиолокационных систем и передвижной командный пункт россиян. И закончился вот таким вот салютом в новой каховке. То, что россияне и оккупанты пытались на своих пропагандистских ресурсах распространять, то это вообще там зашкаливало. Сказали, что попали в больницу, потом сказали, попали в жилые дома. Следующая версия была, попали в ГЭС. И последняя версия, попали в склады с селитрой. А в каховке на пропагандистских каналах они распространяют вообще даже, что это охладность склады с селитрой. То есть мои, ну там вообще шиза зашталивает. Поэтому обращать внимание... Зачем вам столько селитры, Сергей? Расскажите этот экскузиф прямом эфире. Я вообще не понимаю. Зачем вы ее сжигаете? Я вообще не понимаю, с чем это связано. Ну, у меня было агропредприятие, но они его национализировали. Поэтому, может быть, там у них какая-то больная фантазия как раз в каховке. Но, вы знаете, вот вчера было очередное точное попадание. Вот как и утром в Таврийске и вечером было абсолютно точное попадание. Это промзона. Это действительно недалеко от Каховской ХЭС. Относительно недалеко. Но это промзона там. Недалеко заправка ШЭЛ. И там нет жилых домов. Больница очень далеко от этого места. Жилых домов там нет. Единственное, вот то, что мне вчера вечером очевидцы звонили и говорили, что вылетели окна в некоторых домах, в многоэтажках от ударной волны. Ну, потому что там взрыв был просто ошеломляющий. Говорят, более тысячи тонн систем залпового огня было уничтожено там вместе с бензовозами. Детонация была больше часа и очень мощная. Но люди говорят, это ерунда. Наши выбитые окна, это абсолютно ерунда по сравнению с той радостью, которую мы испытываем в приближении наших вооруженных сил и в приближении освобождения. Говорят, так им и надо, уничтожайте. И вот абсолютно хирургическое уничтожение складов и расшистов в Таврийске, в Херсоне мы видим, в центре города была уничтожена казарма и расположение российской гвардии. И ни один гражданский не пострадал. И это вот уже, знаете, это вот новый почерк наших вооруженных сил, работая с точным западным вооружением. А вместе с этим еще вчера, у нас вот сегодня сводка командования Пивдень, она вообще, знаете, ну это сегодня просто невероятное настроение. Вместе с этим авиаудары были в Правдино, в районе Александровки, Снегиревка. То есть мы били расшистов и по линии фронта, мы били расшистов и изнутри взрывая склады. Вчера была Снегиревка, вчера была очередная Черноваевка. Вчера расшисты просто, как знаете, просто разлетались и орали под завалами. Поэтому вот это вот уже, знаете, это не то, что второе дыхание, это вообще настроение, это воодушевление. Мы скоро вернем нашу родную землю. Это то, чего ждали, ждал каждый херсонец. И в оккупации, и в Украине под контролем. Сергей, вы про Чернобаевку упомянули. Давайте отметим, что это очередная Чернобаевка уже в контексте нового своей роли взрывов боевых складов. Я так правильно понимаю? То есть это не Чернобаевка-высадка десанта, который в очередной раз уничтожили в СУ. Вот мы сейчас можем показать фотографию на экране нашим зрителям. Фотографию как раз из Чернобаевки в соответствии со СМИ. А расскажите детали об этом взрыве. Что это был за объект? Возможно, какие масштабы поражения? Что вам известно об этом взрыве? В Чернобаевке за последние дни мы видели три прилета наших вооруженных сил. Если вот раньше брать, помните, мы там, ну все знают Чернобаевку уже, потому что на начало оккупации мы там били расистов как раз с помощью байрактаров. И это удачно получалось. В Чернобаевке расисты используют бывший аэродром, и бывшую военную базу, и бывшую часть как раз вертолетов. Это все находится практически в одном месте, как такой большой логистический хаб вооружения и большой логистический хаб техники. С помощью байрактаров в начале оккупации мы уничтожали эти склады и все узнали о Чернобаевке. Потом был определенный период, когда мы не могли туда достать. Россияне установили радиолокационные системы, противовоздушные системы, и не могли уже туда байрактары подлетать, а мы не могли доставать Чернобаевку. То как раз вот новое вооружение дает возможность и доставать, и абсолютно точно уничтожать позиции врага. Поэтому вот за последних три дня было три четких прилета в Чернобаевке. И, кстати, есть в интернете космические снимки. После последнего прилета, как было размещение, было четко видно, размещение и военной техники, и размещение даже в деревянных таких больших коробках боекомплектов. Это была заставлена абсолютно большая площадь, и после последнего прилета этого просто черное пятно, выгорелшее. Вот это результаты как раз нового вооружения. А мы сейчас их найдем как раз, буквально через секунду покажем. Да, вот Сергей, скажите, пожалуйста, я так правильно понимаю, вот этот снимок вы имеете в виду, коллеги, покажите. Правильно? Да, да, этот и там есть еще. То есть вот эта техника, правильно я понимаю, российской армии, которая горит единицей? Да, это вертолетная площадка, это вертолеты горят. Поэтому вот абсолютно четко, абсолютно точно, и мы достаем уже, и уже нет места, даже за Днепром. Мы видим новая каковка, Олежки. Теперь они единственное, куда отводят технику, еще туда дальше, к Крыму. А это дает возможность нам, и это наше преимущество, то, что они не могут своевременно поставлять и боекомплекты, и технику к передовой. И как раз вот эти удары, которые вчера, ну сегодня ночью были по передовым позициям нашими вооруженными силами, нашими вертолетами, это вот уже как раз начало того, что ослабив в тылу, мы начинаем их уже бить и на передовой. Мы освобождим нашу родную землю, здесь нет никаких сомнений. Сергей, ваш коллега Юрий Соболевский, который является первым заместителем председателя Херсоновского областного совета, сказал, что все-таки нужно нашим людям уезжать. Я так понимаю, что действительно готовится в ИСУ к контрнаступлению. Какие вы можете дать рекомендации, свои прогнозы, как будут развиваться события дальше? Есть ли возможность местным жителям сегодня каким-то образом покинуть территорию? Что тоже важно, да. Куда им выехать вообще, какими трассами и выпускают ли людей? Вы знаете, вот вчера было тревожное сообщение вечером, но надо его проверить сегодня, что вроде бы оккупанты перекрыли выезд через Васильевку. Некоторые выезжали, кстати, в последнее время я видел сообщение, что за 2-3 дня выезжали, хотя до этого иногда стояли неделями. Вы знаете, здесь абсолютно каждый человек должен понимать свои риски и взвешивать их. Действительно, есть выезд через Васильевку на Запорожье, есть выезд через Крым, там угрозы фильтрационных лагерей, и это немножко дороже стоит. Если через Васильевку на одного человека стоит перевозчик, берет 5 тысяч гривен, то через Крым, вот недавно выезжал человек, он заплатил 17 тысяч гривен, ему обошлась исключительно только поездка. Плюс надо покушать, плюс стоять на жаре, надо это все понимать. Но риски находиться в оккупированных городах и селах тоже есть. И тот, кто не может выехать по тем или иным причинам, все-таки мы советуем бомбоубежище. Я лично советую, чтобы рядом понимать, где находится бомбоубежище, иметь запас воды, еды. И надо беречь себя, надо абсолютно взвесить все за и против, но в любом случае подумать о безопасности. Хотя и наши вооруженные силы, как мы видим, работают абсолютно точно вместе с вооружением. И пример уже мы повторяться не будем, они есть даже по той же Херсонщине и по Херсону. Но тем не менее оккупанты могут вести себя, мы видели и Бучу, и Хастомель, и мы видели абсолютно, на что они могут пойти. Поэтому я призываю людей беречь себя, взвешенно к этому подойти, если есть возможность, конечно, желательно выехать. Ну, в интернете сейчас есть фотографии, как их подписывают, это как раз и есть та очередь в сторону Васильевки, блокпост огромный, на котором российские военные не выпускают украинцев, выехать из Херсона. Ну, да, причина понятна, хотят использовать людей как живой щит и, возможно, использовать как ресурс для проведения псевдореферендума. А вот вы вспомнили, Сергей Гастомель, Бучу и Ирпень, что, наверное, это тоже имелось в виду, когда наши просто их стали разбивать, и они это отошли не потому, что им дали приказ, а за то, что они поняли, что они будут полностью все разбиты, да, и они стали отходить, спасая свои жизни и свою технику. Так вот, предвосхищая вот этот вот процесс, да, о том, что они могут быть убиты вооруженными силами Украины, им в Киев не пробраться, у них началась агония. Они просто в этом состоянии стали расстреливать местное население местных жителей. И в этом-то большая опасность того, кто находится на временно оккупированных территориях Херсонщины, да, и в этом большая опасность не попадаться просто на глаза российским оккупантам в этот момент. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Они будут вынуждены отходить, у них других вариантов нет, и мы видели те зверства, на которые они могут идти в своей агонии, и я все-таки закликаю наших граждан подумать о безопасности. Идеально все-таки выехать. Ну, смотрите, Сергей, не хочется как бы давать конкретные советы сейчас из киевской студии, жителям временно оккупированного Херсона, но, тем не менее, да, если вспомнить опыт Буччи, я был там на третий день после освобождения этого региона, едешь по городку, и вообще не кажется, что здесь была война, честно говоря. Ну да, некоторые здания были разрушены с одной части города, и там уже играют дети в футбол, а вот эти все зверства происходили как раз в районе дислокации российских войск. Вот эта улица Яблунева, которую знает весь мир. Да, скажите, вот может херсонцам надо именно выехать максимально далеко от штабов, где находятся российские военные, от тех мест, где они патрулируют. Вот какая-то такая логика, да, присутствует? Ну, вряд ли они будут ходить по городу, да, там, всех расстреливать подряд, а вот именно в местах, в которых они находятся, со злостью и могут натворить опять делов. Безусловно, безусловно, надо подальше находиться от расположения воинских частей Российской Федерации, от их складов, безусловно, надо находиться максимально дальше. Но, вот знаете, меня еще беспокоит, и я говорю об этом постоянно, то, что я в последнее время вижу усиление блок-постов россиян, и не только живой силой, но и усиление бетоном, усиление их материально. То есть, они готовятся, видать, к сопротивлению, к уличному сопротивлению, а это очень большая опасность. Вот это меня беспокоит больше всего. Я все-таки, вот для меня все-таки большая надежда, то, что Херсон географически находится немного в стороне от Антоновского моста, и уходить им, это единственный маршрут по Антоновскому мосту, у меня все-таки большая надежда, что они будут тут ходить, понимая то, что их наши вооруженные силы возьмут в кольцо, и они просто останутся, ну, знаете, в своем, ну, в стопом, в оточении. Поэтому, вот у них другого варианта, как уйти, нет. Вот у меня все-таки большая надежда, что они покинут город Херсон. Если это перерастет в уличные бои, ну, мы видели примеры уличных боев, это страшно. Да, и обозначим, что тут Херсонцы непримиримы, и никакой абсолютной надежды нет у российских оккупантов о том, что хоть как-то в своем большинстве кто-то, да вообще, в принципе, Херсонцы и жители Херсонской области будут сотрудничать хоть как-нибудь, коллаборировать с российскими оккупантами. Более того, в какой-то степени, да, и жители Херсонщины кооперируются с вооруженными силами Украины, сообщая, давая сигнал о перемещении военной техники и российских оккупантов, чем самым помогает нашим деоккупировать юг, и Херсонщину конкретно. Спасибо вам огромное. Да, Сергей Хлань, народный депутат Украины, 8-го созыва советник главы Херсонской военной администрации был на Фридоме.